Там действительно мало вещества. Так я накидывала, а потом, когда начинаю вот это, вот это делается. Ну, значит, и этого мало. Просто-напросто мало вещества. Надо не побояться и заложить вещества достаточно. Нет, не перевела, а не дозаложила. Но когда я провожу, она уходит. Нет. Я мышцы надоблю? Нет, ты просто не заложила вещество. Не достала. Но надо привыкнуть к тому, что масло пишет вещество. И вот смотри, вот здесь есть идея отражения, да? Да. Когда есть вещество, смотри, как легко создать эту идею. И когда есть вещество, оно прекрасно закладывается. А вот я добавил сейчас, цветнил слегка. И появляется идея облаков. Причем, ты видишь, красноту добавил в оттуда. Появляется идея облаков. И есть что месить. Смотри, я даже соплю краски не прогоняю. Остается на холсте. А вот наша содержательная часть. Темный угол между двумя плоскостями. Да? Темный угол между двумя плоскостями. Частично он отражается, этот угол. Где-то здесь вот таким образом. Смотри, когда есть вещество, как легко с ним работать. Да. Ты просто его не доложила. А у меня постоянно вот эта проблема. Мне как-то не доложить. Да. Не доложить надо. Мы же привыкли выдавливать сколько красочек? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Да? Я уже по несколько раз выдавливала краски. Куда она вся делает? Мы такое впечатление, что мы не понимаем друг друга. Я говорю про вещество, а ты говоришь, я несколько раз выдавливаю. Можно несколько раз выдавить по чуть-чуть-чуть-чуть-чуть? Нет. Опять за свое. Нет, ну я не спорю просто. Смирись. Мне просто понятие, что это так тяжело. Мало вещества. Мало вещества. А чего же никогда, да? Геометрично. 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 Смотри. Формируется рисунок? Причем посмотри, как приблизительно, но выразительно. Правда? Так же и светлотики на этом всем. Уже можно какие-то цветики подкладывая. Вот этот набросковый характер. Посмотрите, как он звучит. Звучит? Звучит. То есть он звучит архитектурно, да? Но мы при этом делаем не чертеж, не архитектурный проект, не чертеж, а делаем настроение пятен. Настроение этой архитектуры. Согласны? Вот в таком духе продолжаешь. И, кстати, о белом. Смотри, там есть еще очень белые места. Особенно, когда у тебя на палитре появится белый. Ты прямо будешь брать, смотри. Раз. И у тебя появился свет, да? Свет. Причем, я удавил, ты видишь, мастихином, вещество, которое я положил. И появился эффект светящегося, да? Удавленная густота белого светится. Эту же густоту, опять же, когда у тебя появится она на палитре, ты будешь и здесь, в таких местах, тоже докладывать и удавливать. Вкусно? Мерцательно, да? Ну давай. Да не будет этого. Ладно? Да. Ничего ужасного не произойдет, если будет некоторый перехлёст рисунка. В лучшем случае, ты можешь себе чуть-чуть потом, великатно, вот так, помочь вырезанию. Ну и еще посмотреть, нужно ли так корячиться. Хорошо? Ну вот так вот рисовать мастихином не надо. Ну я, да. Пусть какие-то лишние движения там сформируются. Пусть, пусть, пусть это будет, как будто ты лепила из глины это все, а не чертил. Пусть оно мерцает, пусть где-то переход не точный, а какой-то, смотри, даже вот я сейчас, допустим, наметил, наметил, даже добавил вещество, а потом взял и сбил, ну, чтобы не было такой четкости. Избил, чтобы не было такой четкости, ты понимаешь, чтобы мерцательное сохранялось. Здесь мы и вовсе видим потеки, да, поэтому... Да. К этому же надо как-то пить. Вот копируя экспрессивную живопись, ты приходишь к идее обобщений... Отбора, отбора, который делает художник, понимаешь, он же делает некий отбор, он не все подряд калякарит. Вот и хочется этому учиться. Правильно. Как отбирать то, что нужно и то, что не нужно. Вот смотри, вот здесь оно, в принципе, немножко списывается. Посмотри, я положил и разбил, а вот здесь не списывается дырочка, да, колоколинки. Чуть-чуть прорисованный, а дальше мутный. Сочетание прорисовыванного и мутного всегда красиво. Некое напряжение тональное, контраст. Вот в этом месте. Некое напряжение. Оно у него нечаянно произошло. Он оставил, поскольку оно ему понравилось. Это напряжение чуть-чуть поддержано и темным, и светлым. Вот, например, идея пятна. Смотри, оно у него тает. Как бы даже и воздух освещен этим цветом. Ты понимаешь? То есть как бы растаивает. Но в одном месте не растаивает и виден намек на чертеж. На какой-то поясок виден намек. Да? Не очень. Ну и там же не очень. Да. Ну вот, учись у него вот этим намеком. Два напряженных промежуточка каких-то. И посмотри, как это все мерцает одно в другом. Вот этому в частности надо. Ты понимаешь? Это же красиво. Ну так чуть-чуть приблизительно. Ну и что? Очень крупным не рисуй вот эти вот башеночки. Смотри, они чуть заслоняют подножие вот это. Вот такое что-то там. Ну давай в таком ключе. И вот, кстати, то, что освещено на земле. Вот эти струйки света. Смотри, еще раз. Положила их, удавила. И они стали солнечными зайцами. Правда? Игорь, а можно сразу по конкретному вопросу? Вот дома, когда вещи делали, это бесконечно. Здесь красиво, а дома вот он прям вот пусками вот так вот упачкается. Это из-за того, что вот... Мы сегодня с тобой столкнулись тем, что ты не додала количество вещества. И причем несколько раз не додала. Вот прямо, ну не додала, не додала. Правда? Поэтому постарайся додавать. Вот идея отражения в воде. Вероятно дождяка, вероятно отражение. Частично бликует. И нет вертикали, есть горизонтали. Иногда можно и вот так оставить сопельку. Звучит? Ну, все. Есть еще очень красивое пятно, вот это, фонариков. Потом деликатной кистью расчертишь на... На содержание. Лишнее вещество можно вот так удалить. И тоже еще посмотреть, удаляя, не получилось ли чего красивого. То, что оно рассеивается, по-своему, так красиво. Правда? Ну, давай так уже все, что должно быть, переместится. Ну, а там небочка заложишь. Прозрачность вот этого пятна. Там, смотри, прямо одно за другим. Может быть, идею или облака, или света, врывающегося. А может быть, действительно вот так вот облако туда загнать. Нет, лучше просто света. А, купил? Ну, нарисуешь вот этот маленький, вот здесь вот. Вот здесь какая-то архитектурка. Архитектурка и свет на архитектурке. Смотри, свет любит густую красочку, правда? Может быть, там антеннки какие-то. Вот этот элементик здесь прямо тоненькой кисточкой чуть-чуть порисунешь. Там красивый элементик. Вот этот поясок у храма чуть-чуть обозначишь. Темнятинку, смотри, помощнее обозначишь. Можно плюс коричневый. Поскольку это площадь, здесь не может обойтись без человека, да? Самое главное, что густота краски и хотя бы приблизительный силуэт. И тень, и отражение может быть. Согласен? Вот таких козявочек еще. В том числе, может быть, даже совсем махоньких там вдали. Чуть-чуть потом кистью пару акцентных звуков дашь, все, и готов. Берзель-берей. Пока не разрешается просто. Что это? Основание столба. Обычно основание чуть повыше. И такое. Либо уже такое монументальное, либо вот такое худенькое. А поскольку это металл, то оно еще и бликует. Сделаешь. Ну, надо сказать, что он не очень-то увлекается вот этим вот. То есть он так отнес все. Чего не нарисовала эти красоты все? Которые там чуть-чуть виднеют. Ну, хотя бы так. Потом там какая-то сложная архитектура. Хорошо, что там просто размазано. Отличие. Ну, не знаю, если хочешь где-нибудь еще пару акцентиков. Ну, мне кажется, как-то будет, ну, я не знаю, мне лично вот так как-то огласит. Значит, мутно. Значит, мутно. Значит, пусть будет мутно. Ну, как-то больше пописывать, либо прям бьет меня, не знаю. Ну, тогда выписывай. Видимо, это. Если знаешь, что там выписывается, то писывай. Не мое это, наверное. А вот это здесь вот. Можно что-то, я не знаю, сделать? Я пытаюсь, пытаюсь. Так вот что ты пытаешься, если там ничего нет, да? Ну, а та пустота какая-то нет, разве? Вот сделай вот такое же, что у него. Бессодержательное пятно. Зачем тебе содержательное пятно? Ну, как-то красивее получается на Пасху. Ну, лишь бы оно нравилось, потому что, если ты будешь знать, что... Ну, так хорошо. Ну, вот, понимаешь, что-то там. Ну, так хорошо. Спасибо.